Второй осенний месяц подходит к концу, и погода, на удивление, теплая для сезона. Однако не за горами, похолодание. Не всегда природа дает перестроиться постепенными переходами температурного режима. А если погодные условия меняются резко, то для многих людей это не остается незамеченным. С наступлением холодов обостряются многие болезни, от астмы и язвенной болезни до ревматизма. Сезонная боль поражает людей разных возрастов и с разным состоянием здоровья. Но чаще всего осенью жалуются на боли в суставах. Почему так происходит и чем объяснить сезонные недомогания? Ну, суставы любят тепло, и, как правило, при понижении температуры, авитаминозе, происходит обострение всех хронических воспалительных заболеваний, в том числе и суставов. Природу осенней боли в суставах изучал еще Гиппократ. Но ни в древние времена, ни сегодня достоверно неизвестно, почему предвестники ухудшения погоды настолько болезненны для человека. Многие ученые и вовсе отказываются признавать прямую связь между сменой сезонов и обострением болезней. Тем не менее, большинство пациентов сообщают об ухудшении состояния здоровья именно осенью. Чтобы предотвратить осеннее недомогание, стоит соблюдать элементарные правила. В целях профилактики тут будут достаточно банальные вещи. Это одеваться в тепло, принимать курсы витаминов и, самое главное, не заниматься самолечением. Если вы принадлежите к людям, чувствительным к изменениям природы, то не забудьте заранее подготовиться к сезону холодов, пересмотрите свою диету, запаситесь теплыми вещами, займитесь любым видом спорта и пусть эта осень для вас пройдет без боли и ограничения активности. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».